Наши регулярные встречи являются истинным свидетельством того, что между нашими странами нет проблемных аспектов. Политическое сотрудничество между Кыргызстаном и Венгрией всегда строилось на доверии и взаимопонимании. В результате взаимных усилий создан и успешно функционирует Кыргызско-Венгерский стратегический совет. Свою деятельность осуществляет Венгерско-Кыргызский фонд развития. Активно функционирует Кыргызско-Венгерская межправительственная комиссия по экономическому сотрудничеству и ректорский форум вузов. Подписываемая нами сегодня декларация о расширенном стратегическом партнерстве между Кыргызской республикой и Венгрией подтверждает взаимную решимость сторон, продолжает курс на укрепление двусторонних связей в духе дружбы, братства, взаимного уважения и доверия. Уважаемый господин Орбан, хочу затронуть деятельность Венгерско-Кыргызского фонда развития, который уже стал ключевым инструментом для поддержки реализации совместных проектов, направленных на укрепление экономических связей между нашими странами. С удовлетворением отмечаем, что благодаря поддержке фонда в Кыргызстане успешно реализуются значимые проекты в таких ключевых сферах, как сельское хозяйство, машиностроение и гидроэнергетика. Эта поддержка способствует устойчивому развитию и повышению качества жизни нашего населения. Отрадно, что после моей поездки в Будапешт в феврале 2023 года мы с вами уже приступили к реализации ряда проектов, которые способствуют развитию наших стран. Проекты по выращиванию породистых лошадей из Венгрии, модернизации Майли-Суйского лампового завода и строительству Малой ГЕС Карашоровожской области являются яркими примерами того, как наши страны могут эффективно работать вместе. Эти проекты укрепляют наши экономические связи и способствуют устойчивому развитию Кыргызстана, а также послужат примером для реализации других важных проектов. В связи с этим выражаю искреннюю надежду на то, что после выделения венгерской стороной второго транша уставного капитала фонда мы сможем значительно расширить наше сотрудничество и реализовать еще больше важных инициатив. Мы видим большие перспективы для дальнейшего расширения экономического сотрудничества. Приглашаем активно сотрудничать в таких сферах, как сельское хозяйство, переработка, энергетика и туризм. Хочу предложить обсудить возможность участия в Венгрии в инфраструктурных проектах, включая развитие транспортных коридоров, которые свяжут Центральную Азию с Европой. Опыт Венгрии в логистике и передовые технологии будут крайне полезны для нас. Нам также интересен опыт Венгрии в переработке сельхозпродукции и продаже готовой продукции в странах Европейского Союза. Уважаемый господин премьер-министр, образование и культура играют важную роль в нашем сотрудничестве. Программа «Стипендиум Хунгарикум» уже доказала свою эффективность. Мы готовы расширить ее, предоставив венгерским студентам возможность обучаться в наших университетах. Это создаст новые возможности для обмена знаниями и укрепления культурных связей между нашими народами. Мы гордимся тем, что наши студенты могут обучаться в лучших университетах Венгрии. Рады сообщить, что крыгская сторона представляет 100 стипендиальных мест для венгерских студентов в Крыгской Республике. В этом контексте мы придаем важное значение двусторонним документам, которые будут подписаны нашими странами сегодня. Они послужат основой для дальнейшего расширения и углубления стратегического партнерства между нашими странами и народами. Кроме этого, хочу отметить, что в следующем году мы планируем отметить важную историческую веху создание Интергельпо – Международного кооперативного товарищества. Оно сыграло ключевую роль в экономическом и индустриальном развитии Кыргызстана в 2020-е годы. В составе этого уникального проекта трудились специалисты из многих стран, в том числе Венгрии, которые внесли значительный вклад в развитие нашей промышленности и инфраструктуры. Уважаемый господин Орбан, в ходе недавнего визита председателя Кабинета министров Кыргызстана господина Ахлбека Джапарова в Венгрию, вы сообщили, что Венгрия сильно в сфере фармакологии. Как вы знаете, наша страна на сегодняшний день является зависимой от импорта лекарственных средств и медицинских изделий, что составляет около 97% от общего объема потребления. Это создает серьезные вызовы для обеспечения лекарственной безопасности населения, особенно в условиях, когда проявился дефицит жизненно важных медикаментов, как это произошло в период пандемии коронавируса. В этой связи обращаюсь к вам с просьбой поддержать развитие фармацевтической отрасли Кыргызской республики. Убежден, что опыт Венгрии и достижения в данной сфере могут сыграть большую роль в развитии нашего фармацевтического производства. Кроме того, мы заинтересованы в сотрудничестве с венгерскими партнерами для повышения квалификации наших кадров в области фармацевтики. Уважаемый господин премьер-министр, позвольте выразить искреннюю благодарность венгерской стороне за поддержку инициативы Кыргызстана по продвижению горной повестки на глобальном уровне. В частности, за поддержку инициативы Кыргызстана, диалога по горам и изменению климата в рамках предстоящей климатической конференции в Баку. Уважаемый господин Орбан, еще раз хочу поздравить вас по случаю председательства Венгрии в Европейском Союзе. Это значимый этап политической жизни страны, который подчеркивает ее активное участие в европейских делах. Ваши четкие видения и подходы к членству в Венгрии и в Евросоюзе играют важную роль в формировании будущего нашего сотрудничества с Европейским Союзом. Как вы знаете, в июне этого года состоялся мой визит в Брюссель. В ходе данного визита мы подписали соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве между Кыргызской Республикой и Европейским Союзом. Мы уже начали внутригосударственные процедуры по ратификации данного соглашения. В связи с председательством Венгрии в Европейском Союзе хочу обратиться с просьбой к вам оказать содействие в ускорении процедуры ратификации в Венгрии и государствах, членах Европейского Союза. Уважаемый господин премьер-министр, отдельно хочу выделить важность нашего сотрудничества в рамках Организации Тюркских Государств. Мы активно готовимся к завтрашнему саммиту Организации Тюркских Государств и искренне благодарны за ваше участие в этом значимом для всего тюркского мира мероприятии. Ваше присутствие придаст особую ценность нашим обсуждениям и подчеркнет стремление к укреплению связи между нашими государствами. В рамках завтрашнего саммита мы совместно рассмотрим важные документы и обсудим дальнейшее развитие многостороннего сотрудничества в рамках Организации Тюркских Государств. Уверен, что это сотрудничество приведет к новым успехам и укрепить наши связи. Важно отметить, что крыгская сторона высоко ценит стремление наших венгерских братьев к тюркской интеграции, а также ваш, безусловно, личный вклад, господин премьер-министр. Мы всецело поддерживаем инициативу в Венгрии провести следующий неформальный саммит Организации Тюркских Государств в Будапеште в 2025 году. Мы уже поддержали вашу инициативу. Мы очень рады, что Будапештский неформальный саммит пройдет в рамках нашего председательства в Организации Тюркских Государств. В свою очередь, как председательствующая сторона, мы готовы сделать все возможное для успешного проведения этого саммита.